а теперь грунт грунт пуй одна смотрим у нас а вторая карта первую reunited выиграли они сейчас будут играть за защиту за синеньких win heaven момент кусай 2 изи морды он фиксит валу да сказал чтобы он не очень и чтобы она его бросал да кстати говоря он хант не очень и бросая его обязательно девушка ксюша бросай его ты его еще не хорошим человеком добей он очень очень плохой человек что он очень плохой человек а что он с папиком лусио ренхард дзиньят жнец макри и обезьяна за атаку соответственно у нас есть саппорт два саппорта один два танка и два соответственно нагибатора защите у нас рейнхард жнец лусио дзиньят макри но место обезьяны у нас есть симметра то есть у нас три саппорта в тиме у защиты ну что посмотрим карта у нас достаточно интересно нужно захватить две точки у нас соответственно будет до трех раундов с вроде как я не знаю с двумя точками просто еще ни одной карты не было ну что ж они будут видимо по боковушечке идти там есть у нас как и говоря извините так а я не понял так только переключаясь на игрока он сразу же умирает в итоге у нас зиньята пытается пока что с рейнхардом с жнецом бороться ну и походу да легче умереть самому и не ждать когда это сделают противники они видимо ожидали они не стреляли в него чтобы как можно быстрее пришли остальные игроки они бы играли уже пятером да соответственно зиньята у нас очень долго бы шел и соответственно это было бы батл три пять в шесть что было бы очень конечно же хорошо для защиты правильно делают ребята все очень четенько сыграно соответственно зиньяте ничего не оставалось кроме как пойти и умереть в итоге он фиксит и макри макри и симметра делает по минусу еще также у нас два минуса есть от двух игроков защиты ну и покажется зиньята опять же остается один у нас также есть жнец которые сейчас будут уходить обратно но вот ему его догоняют его убивают и опять же нужно ждать когда именно он воскреснет данный момент могли бы кстати на базе даже под лусио чтобы у нас зиньята вышел чтобы у нас под лусио под баф лусио также и жнец подошел а так в итоге они своим пехом теряют несколько секунд которые достаточно важны на самом деле за эти несколько секунд если их сложить 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 которые они теряют да принципе можно даже было бы еще одно атак провести ладно смотрим У нас Зиньято пошел ультовать, он, понятное дело, в течение 6 секунд всех очень хорошо хилит. И плюс, вдобавок к всему, он неуязвим, соответственно, он может спокойненько ходить и убивать всех и все. Ладно, смотрим, что у нас делает Рейнхард. Рейнхард сейчас должен врываться, скорее всего, на точку. Сжмет щит пока что. Идет. И да, они на точке. Рейнхарда застанили, сразу же еще и пригвоздили. И, соответственно, у нас опять же 4 минуса от защиты. Опять же, Зиньято остается в последний, на этот раз его, правда, убивают. И, понятное дело, что Лусио здесь должен убегать, убегать как можно быстрее, чтобы уже, опять же, атаковать вместе со своими тиммейтами, которые уже возродились. Ну что ж, опять же, под щиток Рейнхарда остается 2 минуты до конца этого раунда. Если они не смогут забрать точку, то, понятное дело, что защита команда Руинет, которая выиграла, кстати говоря, первую карту, они выиграют. Ну что ж, у нас, кстати говоря, Мунл не на Макри, на Макри, Ника почему-то играют, до этого все время играл у нас как раз-таки на Макри Мунл, насколько я помню, по крайней мере, надеюсь, если я правильно помню. Ну и пока что все очень плохо, опять же, очень-очень-очень плохо, Тим ВЕ совсем уже не дают даже нормально из базы выйти, уже за воротами находились оборонники. Ну, понятное дело, что нужно было им отходить, более интересные и хорошие позиции, возможно, здесь была бы хороша Фара или Ганза, понятное дело, что у них не берут. Возможно, стоило бы поменять пик нападения, потому что, ну, у них не получается ничего, шаги, да, у них было максимум 2 кила на точке, когда их пятерых убивали. Ну что ж, у нас Жнец, в принципе, если бы у него была ульта, он мог бы здесь очень много кого покарать, благодаря Зиньятти защиту никак Жнец не может продамажить другого Жнеца, все-таки он убивает. Два минуса есть от нападения, могут, в принципе, даже защитить. Забрать точечку, ну и пошел нарезать дальше, хорошие два минуса. Должны были быть от Жнеца у нас, но, правда, другой все-таки спер килл. В итоге, что у нас делает Макри? Макри, Зиньятти остаются вдвоем пока что. На точке пытаются что-либо сделать, Зиньятти уходит, понятное дело, сейчас опять же надо будет атаковать последний, скорее всего, атакой вместе со своими тиммейтами. Волна от Рейнхарда, Рейнхард, понятное дело, у него 2000 броня на щите, соответственно, он очень много дамагировал. И, может, ну, в течение хотя бы 5 секунд, если, конечно же, все по нему будут стрелять, он будет выдерживать. Прячьтесь за меня, понятное дело. Рейнхард также и в обраточку есть, и у защиты, очень полезен, на самом деле, персонаж. Щит, да, он в одну сторону только защищает, и вроде как можно стрелять через него, если твой тиммейт будет через него стрелять. Ну что, 20 секунд, надо уже нападать, в конце концов, или же проигрыш от команды под названием Team WE. Так, у нас есть ульта от Женеца, но Женец, понятное дело, уже тупо не успевает, как минимум. Убивают, да, вытесняют, и это первый раунд за командой. Рейунайтед. Ну, хоть не руин, это уже хорошо же, ребят, ну, с чего вы начинаете? Смолим, лучший момент матча. Зенята, на самом деле, очень Женеца спас этого, потому что там второй Жнец от команды Team WE, и очень-очень неплохо. Настреливал по нему, но никак не мог пробить, потому что, всё-таки, ульта Зенята очень неплохо его дефила. Ну что ж, первый раунд уходит. Ну, видишь, девушка-то у тебя хорошая, не то, что ты. Редиска. Да, полуфинала по очереди. То есть сейчас смотрим сначала иностранцев, потом уже смотрим у нас сайфер, кулер, я думаю. Да, они несколько вылетели ещё, ханы-ханы. Не очень, пацаны, танк, не танкует, хиллер, не лечит, да, дамагеры не дамажат, да. Кошмар. На самом деле, я до сих пор не понимаю, почему Мэй так, ну, её не берут, реально. Мэй не берут, хотя, реально, она очень сайфовая, она очень полезный персонаж в этой игре. Она может, действительно, застопить очень много атаки, то есть у нас, допустим, врывается Рейнхард, за ним сразу же бежит полчась игроков атаки, да, и она просто ставит стеночку, и им придётся как минимум 2 секунды это дело обходить или пробивать, что тратит время, соответственно, можно разобраться с Рейнхардом и уже играть 6-5. Тем более, что если её вдруг начнут убивать, у неё сразу же глыба есть, да, у неё очень неплохие саппортские способности, которые и левая кнопка замораживает и дамажит при этом. Ну, мало, правда, дамажит. Правая кнопка, допустим, у неё очень неплохо дамажит. Ладно, что у нас по пику в данный момент? Опять же, есть Макри, Обезьяна, Дзиньятта, Лусио. Это всё стандарт, но вот, на самом деле, я не знаю, поменяет ли потом у нас вдову. Мендокусай. Мендокусай, господи. И, да, что очень интересно, Торнбьёрн у нас есть. Давайте посмотрим за Торнбьёрном, потому что сейчас выбор на этой карте будет его прерогативой. И, на самом деле, за Торнбьёрном что нужно делать? Это, главное, расположить правильно турельку свою. Всё остальное, по сути, неважно. Вот ему показывают, куда именно поставить. То есть, соответственно, ребята, когда будут выходить, у них будет маленький сюрприз. На самом деле, неплохой дамаг у Торнбьёрна из оружия. То есть, там до 120 вроде дамаги в упор. С правой кнопкой мыши выстрел, правой кнопкой мыши, понятное дело, я говорю о нём. Там достаточно большой урон входит. То есть, по два раза выстрел, по какому-нибудь, там, не знаю, жнецу, и всё, он труп, по сути. Так что, я лично хочу посмотреть за Торнбьёрном. Инженер, есть. И вот этот парень, вот этот парень ещё есть. Нет, на самом деле, здесь такая геометрия карты, что, в принципе, вдова может даже что-то, что-либо сделать. Но он же нет, заходит в спину. Ииии, да, попытался забрать. Всё-таки получилось. Тут ещё башенка от симметры была. В общем, большая проблема. Ладно, в итоге атакуют, а не получше, чем защищались даже, как по мне. То есть, очень быстро прошли на точку. В итоге мы видим, что почти даже получилось. Одну четвёртую всё-таки смогли обезвредить точки. Ну и в итоге обезьянка у нас ждёт, когда же будет врыв, когда, ребят, точнее, подойдут его. Потому что тут ещё очень далеко, допустим, Заря. Ну а давай, смотри, как у нас работает интересный персонаж. То есть, мы видим, оп-оп-оп-оп-оп-оп, там полную мощность не работает. Ну и видим, что есть всё-таки от Торнбьорна хоть какой-то, какая-то польза. А ульта, ё, просто это имба. Знаете почему? Потому что расположение игроков очень важно. Расположение игроков очень важно. Но вот единственная проблема в том, что он сейчас сделал, да, свою ульту. Но при этом... Никого рядом-то нет. Только Заря пытается бороться. Причём пытается щита, как по мне. Да, 40 кп остаётся. Его отстреливает её... Зарю отстреливает Лусио. Ну и в итоге пока что всё очень плохо для команды нападения. Очень хорошо мансует Лусио. Ну да, у Лусио из-за того, что патроны летят долго, можно, в принципе, так мансовать спокойно. И мансить очень много. Ладно, у нас пошла ульта от Лусио. Очень хорошие щиты, соответственно, 400 кп или больше. Тем временем у нас Лусио отстреливает Макри. Макри также отстреливает до этого Жнеца. Всё-таки смогла Заря минус Обезьянка сделать. Ну и пока что давайте посмотрим, что у нас вообще происходит на периферии. Так, ну у нас у ворот, соответственно, все защитники, все игроки команды Тим ВЕ находятся. Ну и пока что, видимо, ждут. Ждут. Вот как раз-таки Зиньяты идёт. Стоя вера, у Зиньяты сейчас есть уже ультец, который он может спокойненько использовать. И возможно, заточить даже карточку. 2 минуты остаётся с половиной до конца этого раунда. Да и бафчик нужно на Зарю сейчас повесить. В принципе, делает Зиньяты, пытается нарезать. Но ничегошеньки не получают, потому что Заря действительно впитала дофига урона. Благодаря чему у неё зарядилась лучевая пушка и очень сильно била. Ладно, в итоге Макри пытается здесь всё-таки выжить каким-то образом. У него остаётся очень мало хп. Благодаря Лусио и его ульте всё-таки он смог выжить. Есть ультец, но вот он никого не увидел, только Рейнхарда и то ему в щит пробил. Выбили всё-таки точку аси, теперь надо её защитить. Одна третья есть. Жнец телепортнулся, телепортнулся причём он на крышу. Давайте смотреть, наверное, за вот этим вот парнем. Который выталкивает обезьянку вместе с собой. Ради того, чтобы убить обезьяну, он пожертвовал собой. Ну, что поделать. Ладно, у нас одна третья осталась до того момента, как всё-таки смогут... Эх, не успел за ультой красавчик посмотреть. И да, защищайте Б плент. Б у нас пошло. Защит на самом деле вот тут бы лучше всё-таки сделал. Что сейчас было? На скрысажке просто проехал мимо Рейнхарда. Видимо, просто дал информацию, не стал с ним бороться. Понимаю, что Рейнхард, скорее всего, его размажжит. Тем более в такой позиции маленькой. Ну и смотрите, Рейнхард-то у нас разобрался, но слишком поздно. Слишком поздно, пока он занимался двумя игроками. У нас четыре игрока нападения смогли зайти на точку Б и спокойненько её захватить. И в итоге всё-таки Рейнхард смогли затащить вторую карту. 2-0, счёт опять же. 2-1, пока что ещё не было ни одного. И смотрите-ка, Торнбьёрт-то у нас. Самый лучший момент в матче. Вот, пожалуйста, правая кнопка мыши. Очень много дамаги вновь, на самом деле. При этом ещё и... Ну, короче говоря, у Мунлы всё хорошо было. Рейнхард, я сказал. Рейнхард был уже после взятия первой точки. А зачем же они продолжали? Подождите, Рейнхард же сейчас выиграли. Ли 1-1 счёт. Я сейчас запутался. Так, подождите. Первая у нас... А, нет, всё. Всё. Я уже думал, что за фигня. Рейнхард выиграли, да. Ну, просто... Ладно, проехали. Проехали. Ждём. У нас Сайфер и... Кулер следующие. Так. Давайте посмотрим, на что они там начеркали. Ес. Рейнхард. Рейнхард. Продолжение следует...